Писывали страны Европейского Союза. Господин Стана разве не знал этого? Господин Стана, наверное, не знал о колоссальном количестве ограничений на торговлю, развитие связей, гуманитарных контактов, которые были видны именно Европейским Союзом в отношении нашей страны. Не только нашей. Есть еще страны и регионы мира, где Европейскому Союзу есть что поразрушать. Но в нашем случае это бесчисленное количество. И после этого всего господин Стана от имени Еврокомиссии наковырял какую-то статью нашего закона, который якобы изолирует наших людей от, в частности, Евросоюза. Да вы с ума сошли. В зарубежных НПО для привлечения к своей деятельности российских граждан на законных основаниях требуется зарегистрировать в России свой филиал или представительство. В чем же здесь изоляция кого-то от кого-то? Простая формальная история, которая есть во всех странах. Сложности с этим, очевидно, могут возникнуть лишь у тех, кто не хочет работать транспарентно и цивилизованно, стремиться реализовать скрытую повестку, осваивая выделяемые на эти цели значительные финансовые средства, в том числе из бюджетов государств и объединений, проводящих недружественную по отношению к России политику. Это да. Вот этим будет сложно. Ничего не могу сказать. Вот этих, которые под видом НПО занимаются разрушением нашей страны, вот этих мы действительно хотим от себя изолировать. Это факт. Очень многое натерпелись. В очередной раз вынуждены твердо указать Евросоюзу на необходимость придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран. При этом представители Еврокомиссии ничуть не смущают, что... Еще раз, это самое абсурдное заявление стана, что в самом ЕС запущен законодательский процесс под называемому пакету защиты демократии. О чем же этот пакет? Под предлогом борьбы с вмешательством в европейские демократические процессы ЕСовский Брюссель проталкивает в рамках данного пакета директиву об общих стандартах прозрачности и подотчетности поставщиков услуг по предоставлению интересов, чья деятельность координируется или финансируется из-за пределов Европейского Союза, которые профильные европейские НПО по аналогии с американским законом об инагентах называют не иначе, как Еврофара. Американский закон Фара об инагентстве. А теперь такой же аналог принимается в Европейском Союзе. В чем же его задача? Наверное, господин Стана не в курсе, но я расскажу. Задача обеспечить жесточайший контроль Европейского Союза за услугами по предоставлению интересов и препятствовать попыткам их скрытого продвижения. Вы займитесь собой, вашими проблемами и соотношением всего этого с нормами демократии, которые вы многие годы утверждали. На этом фоне критика нормотворческой деятельности третьих стран, я сейчас даже не про нас говорю, а вообще, направленную порядочную работу иностранных НПО из официального председателя ЕС выглядит, прямо скажем, глупо. Ну и еще в контексте Украины на фоне вхождения конфликта в горячую фазу фиксируем ширкомасштабные нарушения США и их сателлитами, документы ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 2000 года, также принципов регулирующих передачу обычных вооружений 1993 года. Вот вы знаете, сейчас очень много разговоров относительно того, ну когда же все вернутся из документов, которые обрамляли стратегическую стабильность, контроль над вооружениями и так далее. Я слышал много вопросов экспертов, нам поступают вопросы, задают на пресс-конференциях, когда же можно ожидать, что Соединенные Штаты Америки, Россия вновь на новом уровне станут заниматься вопросами взаимного ограничения вооружения и так далее. Давайте посмотрим, что происходит со стороны Соединенных Штатов Америки, Запада коллективного, в реальности, чтобы, собственно говоря, наверное, снять все вопросы о том, что будет в будущем. Накачивая оружием киевских неонацистов, западники потворствуют нарушение прав человека стороной-получателем и провоцируют обострение вооруженного противостояния и становятся соучастниками военных преступлений ВСУ против гражданского населения по обе стороны от линии боевого соприкосновения. У них же есть обязательства по линии ОБСЕ в рамках этой структуры. Все, что они делают, идет в разрез с их обязательствами. Характерно, что в этих условиях предсказуемой тенденцией текущего года стало массовое непредоставление государствами коллективного Запада сведений об экспорте легкого и стрелкового оружия в другие страны и импорте из них за прошедший 22-й год. Немного статистики. Из 57 стран ОБСЕ свои обязательства по документу о легком стрелковом оружии выполнили лишь 26. Причем открыто признались в поставках оружия киевским нацистам всего 7 государств-участников. Весьма показательно, что среди них нет основных оружейных спонсоров киевского режима, включая США, Британию и Францию. А что касается самих украинцев, то они отказались передавать гласности данные об импорте ЛСО. Легкого стрелкового оружия. Налец о попытке утаить факты оружейных передач в зону вооруженного противостояния. А почему? А потому. Потому что, во-первых, все идет в нарушение взятых на себя обязательств. А во-вторых, мы уже говорили про эту связку коррупционную между Вашингтоном и Киевом. Будет статистика передана, будут переданы данные в ОБСЕ, можно будет сравнивать и сличать, что там происходит на самом деле. А кто же это хочет? Ведь с киевской режимной коррупцией Вашингтон хочет бороться только на словах. А на самом деле в ней активно участвует. Он ее для этого и создавал, чтобы участвовать. Чтобы разрушить государство, чтобы иметь способ влияния на политические элиты и вообще использовать Украину как инструмент. Для этого они и сели там коррупцию. Вместе с тем, в условиях массированных поставок киевскому режиму продукции военного назначения западным государством, участникам ОБСЕ, становится все труднее скрывать множащиеся факты хранения, перепродажи и перетока оружия в незаконный оборот. Где и когда всплывет очередное, предоставленное сердобольным западным альянсом государство оружия до Украины, вопрос открытый. Но это же происходит. Под прицелом чешских и бельгийских винтовок могут оказаться невинные люди в любой точке мира, в том числе и их собственные граждане. Однако страны НАТО и ЕС последовательно игнорируют угрозу попадания современного оружия в руки национал-радикалов и террористов как на Украине, так и за ее пределами. Так что с учетом высоких рисков подобных последствий, можно прямо говорить о потворстве стран Запада в туристической деятельности. Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов в Киеву не принесут ему желаемого перелома на поле боя, но гарантированно затянут конфликты, истощат европейские экономики и нанесут еще больший урон обороноспособности западных государств участников ОБСЕ. И возвращаемся к первому тезису по данной теме. С кем договариваться? С теми людьми? По чувствительным вопросам договариваться, связанным с безопасностью, которую они соблюдают, и жульничают даже по тем обязательствам, по которым они должны не нам, а глобально-международному сообществу и непосредственно своим союзникам? Ну и несколько слов о Японии. Тут недавно стало известно о многочисленных публикациях СМИ Китая и Японии. Они говорили о том, что недавно в Токио был обнаружен архивный документ, который раскрывает новые факты о структуре деятельности так называемого отряда 731, японской квантунской армии. Он занимался чудовищными испытаниями бактериологического оружия на люди в годы Второй мировой войны. Помните, нам всегда говорили? Нет такого. Да вот, оказывается, есть. Находка представляет собой датированный 1940-м годом доклад главы этого подразделения в высшем руководстве страны и ярко дополняет показания японских военных преступников в рамках Хабаровского процесса 1949-го. Как неоднократно подчеркивалось, юридические действия по исполнению решения также Международного военного трибунала по Дальнему Востоку 1946-1948 годов продолжаются. В этой связи мы рассчитываем на получение в ближайшее время упомянутого материала, запросив копию китайских коллег, которые по имеющейся информации уже обладают им в своем распоряжении. Данное событие в очередной раз вынуждает нас напомнить официальному Токио о необходимости признания в полном объеме своей ответственности за агрессию 30-40-х годов 20-го века, включая вторжение в Манчжурию в 1931-1932 год и ее оккупацию в 1937-м. Танкинскую резню, вооруженные провокации у озера Хасан, на реке Холхенгол 38-39-й. Кстати, мой дед участвовал в тех сражениях. И очень многое другое, что теперь Токио нужно не просто вспоминать, а анализировать. А они занимаются противоположным забвением. Администрация Икисида также следует прекратить реваншистскую риторику и молчаливое потворство демонстрациям ультраправых националистов у стен российских дипломатических учреждений в контексте предстоящей годовщины вступления Советского Союза в боевые действия против милитаристской Японии. Напомню эту дату 9 августа 1945 года. С таким багажом нужно каяться всю жизнь всем. Я сейчас говорю о политическом эстеблишменте Токио. А не организовывать. А мы знаем, что эти акции организованы. И мы знаем, кем они организуются. И что государство японское в этом принимает непосредственное участие. Так вот не организовать эти акции напротив наших дипмиссий. Испокон веку, постоянно, из десятилетия в десятилетие, перед Токио, не перед Токио, а в Токио, перед нашими дипломатическими косовскими представительствами сгоняют автобусы с громкоговорителями и осуществляют настоящую психологическую атаку. Круглосуточно вещают из мегафонов, выкрикивают какие-то лозунги и считают это нормальным. А потом нам рассказывают про демократию. Еще раз. Каяться и анализировать, чтобы в будущем никогда не смели повторять. Вот что нужно делать и куда надо бросать ресурсы. А не на автобусы с мегафонами. Полагаю, что это нормально. И так ведут себя цивилизованные. Так себя варвары ведут. Я хотел бы отметить, что Красная Армия, по общему признанию отечественных и зарубежных историков, несла решающий вклад в скорейшее окончание кровопролитной войны. И, между прочим, спасла миллионы жизней простых японцев, проживающих на основной территории страны. И если бы не американские удары ядерным оружием по Хиросиме Нагасаки, то жизни простых японцев, спасенных, было бы больше. И об этом надо всегда помнить. И напоминать мы будем тоже всегда. Чем больше будет автобусов перед нашим посольством, тем больше будем напоминать. А на время вновь заявляем, что Южно-Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. И, ввиду этого факта абсолютно неоспоримого, любые соответствующие так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства во внутренние дела и нарушения фундаментальных принципов Устава Организации Объединенных Наций. 5 августа 1963 года в Москве Советский Союз, США и Британия подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Это так называемый московский договор, который явился важным шагом на пути прекращения гонки ядерных вооружений. Документ стал первым международным правовым инструментом, который установил существенные ограничения на проведение ядерных испытаний в трех светах и заложил прочную основу для международных усилий по дальнейшему их запрещению. Стоит отметить, что это было в те времена, когда США и Британия еще могли серьезно работать над устранением стоящих перед человеческим угроз и выполнять взятые на себя обязательства. Московский договор действует и до сих пор. Надежда на то, что эра ядерных испытаний подходит к своему окончательному завершению, появилась 24 сентября 1996 года. Именно в этот день был открыт для подписания договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К сожалению, за более чем четверть века этот договор, который был призван стать следующей вехой как раз после московского договора и навсегда остановить все виды ядерных испытаний, так и не вступил в силу. В чем же причины? Я думаю, что нам даже не стоит угадывать, потому что ответ очевиден. Деструктивное и безответственное поведение США в 2018 году, в 2018 году, они отказались, официально отказались от ратификации договора и продолжают придерживаться этой позиции. Мы расцениваем такой выбор американских властей как признак отсутствия политической воли и проявления недоговороспособности Вашингтона и его нежелания соблюдать свои международные правовые обязательства в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. Мы призываем США, которые претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗАИ, проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении, понимая, что будет сложно, но надо ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отказавшись от соблазна возобновить ядерные испытания под тем или иным предлогом. И 9 августа. Во всем мире отмечается каждый год Международный день коренных народов. Он вновь и вновь способствует привлечению внимания к высокому традиционной культуре, пробуждению интересов, уважения к обычаям народов в нынешних условиях геополитических изменений. Это особенно важно. Для России этот день имеет особое значение, поскольку в нашей стране, издревле, в мире и согласии проживают представители около 200 национальностей, говорящих на 270 языках. Из них 47 относятся к коренным малочислам народа. Российское законодательство определяет коренные народы объектами особой правовой защиты, носителями коллективных и индивидуальных прав. Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – это наше общее бесценное достояние, которое мы оберегаем и развиваем. Необходимость устойчивого экономического, социального и культурного развития коренных малочисленных народов, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов трудно переоценить. Поэтому поддержка коренных малочисленных народов – приоритетная задача для Российской Федерации и залог укрепления нашего общества перед лицом новых вызовов. И я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли журнал «Международная жизнь»? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в МИД России оценивают высказывания премьер-министра Армении Николы Пашиняна, которые он сделал 25 июля, на предмет того, что переговорная активность России в рамках нормализации армяно-азербайджанских отношений снизилась, потому что Россия не может направить всю свою энергию на этот трек, так как занята событиями на Украине. А также рассуждение Пашиняна о возможном выводе российских миротворцев из-за знакомого граба. Ну, конечно, логика малопонятная. Такое складывается ощущение, что до 2022 года на этом направлении все было с точки зрения руководства Армении без сучка из-за долинки, что ли. Давайте посмотрим на факты. Мне кажется, что все подобные разговоры, что на фоне специальной военной операции, какие-то направления внешней политики, те или иные стали для Москвы менее приоритетными, они просто не имеют под собой никаких фактологических оснований. Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, эмоция. Но к фактам стоит все-таки прислушаться. Мы всецело были и остаемся заинтересованы в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе. И в полной мере относятся к Южному Кавказу, и остальные наши обязательства мы тоже выполняем. О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровне. Вот давайте перечислим просто из ключевых. Трехсторонняя встреча лидеров в Москве 25 мая, 12 заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортной коммуникации под сопредседателем вице-премьером России, Азербайджан и Армении 2 июня, переговоры министров иностранных дел России, Азербайджан и Армении в Москве 19 мая и 25 июля. Это снижение темпов, это я привела данные только за май, июнь, июль, за три месяца. Мне кажется, что нужно смотреть все-таки правде в глаза. Она заключается в том, что дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем мы готовы всячески помогать. Но это приоритет. Реализация сторонами того, о чем договорились. Это непонятное рассуждение относительно возможного решения российских миротворцев о выходе из Нагорного Карабаха, особенно на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации. Это пожелание, я не понимаю, господин Пашиняна, о чем он говорит? Он так хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции. Это и обмен пленными, и разминирование, это и регулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность ненужная, нежелательная, и они хотят, чтобы ее не было? То есть нужно как-то определиться. К сожалению, мы видим нередко, что представители руководства Армении занимают такую, знаете, какую-то позицию двусмысленную по ряду ключевых вопросов, поэтому очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Потому что жонглирование словами до добра не доводит. На высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировалась востребованность его действия по нормализации обстановки. Поэтому подобные какие-то попытки поставить все это под сомнение вызывают большие вопросы. Зачем это делается? Ну и в целом, после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий, выглядят вдвойне неуместно. Спасибо большое. С нами ли Комсомольская правда? Добрый день, Мария Владимировна. У меня следующий вопрос. В конце прошлой недели вы сообщили, что рядом Африканский СССР ведутся переговоры об открытии там посольств России. Для них готовят новый кадр, с необходимым для работы в Африке знаниями, или туда направить дипломатов, которым пришлось досрочно покинуть страны Европейской Союзой и США. Спасибо. На сегодняшний день имеются договоренности об открытии посольств России в некоторых государствах Африки, с которыми у нас есть дипломатические отношения, и они установлены давно. К работе в новых загранучреждениях будут привлекаться, в первую очередь, профильные специалисты-страноведы, которые в Министерстве иностранных дел имеются в достаточном количестве и проявили себя на этом направлении прекрасными профессионалами. Что касается сотрудников закрытых, например, в Европе учреждений, то есть целая программа в ведомстве, в нашем, по их трудоустройству, в соответствии с квалификацией, уровнем профессиональной подготовки, языковых знаний. Она распространяется в программе как на центральный аппарат, так и за каждое учреждение. Поэтому здесь как бы все решается индивидуально, но подход системный. То есть в отношении каждого сотрудника просматриваются различные параметры трудоустройства, и при этом это все определено в соответствующей программе. Ну, по словам программы, как вы понимаете, я подразумеваю документ, то есть такое образное название. И также я хотела бы отметить, что касается вашего вопроса о конкретных планах по открытию посольств, в каких странах, когда мы обязательно этой информацией поделимся, как только переговорный процесс с нашими партнерами это позволит сделать. Так, с нами лейтелеканал CGTN, медиакорпорация Китая. Всегда с вами. Добрый день, Мария Владимировна. У нас всего один вопрос. Госдеп США подтвердил начало приговоров о гарантиях безопасности Украины на этой неделе, как заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер. Речь пойдет о долгосрочных обязательствах по оказанию Киеву помощи в области безопасности, которые не связаны с текущими от поставками. При этом ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Так вот, о чем, по-вашему, говорят, такого рода гарантии безопасности Украине, и как в целом российская сторона оценивает такие действия Вашингтона? Спасибо. Вы знаете, это все словесная эквилибристика, цель которой, ну, наверное, найти какие-то красивые политологические формулировки, а суть остается прежней. Это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана с Западом. Второе, это сохранение этой территории, украинской территории, в качестве плацдарма, в прямом смысле этого слова, для, опять же, реализации той цели, о которой я ранее сказала. Вашингтон исправно выполняет функцию такого генерального штаба гибридной войны, коллективного Запада против России, не жалеет своих европейских сил, средств, и не считается, конечно, с военными потерями украинцев, лишь бы сделать так, чтобы соседняя с нами страна на максимально долгий срок оставалась источником угроз для России. Только на военную помощь за последние полтора года американцы потратили более 43 миллиардов долларов. Киевский режим рассчитывал получить сигналы о перспективах членства в НАТО в ходе саммита. Ну, это было даже не ожидание, а просто, знаете, истерика Зеленского и масштабная пиар-компания, такая на уровне шантажа. Однако очевидно, что среди членов блока консенсусы на этот счет не просматриваются, кстати говоря, по совершенно разным причинам. Видимо, чтобы каким-то образом, опять же, в политологическом сообществе вот эту тему поддержать, не размежевание и некой консолидации, как они это называют, по итогам встречи в Вильнюсе администрация Байна решила подобрать какие-то правильные фразы и, таким условом, воодушевить киевский режим обещаниями продумать для них некие гарантии безопасности, ну и тем самым мотивировать к продолжению боевых действий. На самом деле, цель очевидна, я уже о ней сказала. Хотел бы напомнить о нашей позиции, которую мы высказывали неоднократно. Для полноценного мирного урегулирования украинского конфликта нужен нейтральный статус Украины, любые попытки включить страну в НАТО, предоставить ей такие гарантии безопасности или придумать какую-то формулировку. Все то, что можно будет приравнять к членству в этой организации, существенно усложнит ситуацию вокруг украинского кризиса и придет просто к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире. Я думаю, что теперь это понимают уже все. Важно напомнить, что для США Украина это, прежде всего, инструмент для достижения собственных геополитических интересов. Рано или поздно Вашингтону придется смириться с новыми геополитическими реалиями, распрощаться с претензиями на гегемонию. Процесс для них будет непростым, мучительным, потому что они же исключительны, но неизбежны. Спасибо вам. С нами, Леда Москва-Пост. Да, здравствуйте. У нас сегодня три вопроса. Первый. Какова позиция России по поводу требований азербайджанской страны вернуть в состав Азербайджана 7 отклавов в Варарадской и Двужинской областях? Нам известна позиция и Баку. На этот счет у армянской страны также имеются схожие претензии к Азербайджану. Мы исходим с того, что вопросы территориального спора должны решаться в рамках процесса деэлементации и демаркации армяно-азербайджанской границы. А он координирует соответствующие двусторонние комиссии. И мы приветствуем тот факт, что 12 июля после долгого перерыва состоялось четвертое заседание. Россия готова оказывать сторонам консультативное, экспертное, документальное содействие в разрушении всех, даже самых сложных вопросов. Спасибо. Следующий вопрос. Принимает ли ваше министерство участие в обработке?